добрый день продолжаем изучать психологию боец и сегодня у нас речь пойдет о книге 2 3 утешение философии а в конце я расскажу немного об иконографии связанной с боецем об образе фортуны и о том какую роль сыграл та презентация фортуны которая есть у боец на в целом этот иконографический образ и слева вы видите миниатюру из французского издания в переводе жанна демена двуликость фортуна здесь очень любопытно изображена фортуна как бы разделена линией на пополам и одна и сторона белая другая и сторона черная потом такой прием стал использоваться и без отношения с к боец и а 8 августа в восемь часов у нас будет третий семинар по утешению боец и где мы обсудим вторую третью книгу в первую очередь я немного повторю то о чем мы говорили на семинаре поскольку далеко не все присутствовали на семинаре или слушали его в записи и в принципе неплохо было бы это вкратце еще раз повторить так боецей знатный очень человек патриот империи высокопоставленный желающий блага империи который он объясняет такими платоническими мотивами излагающимися в государстве платона и это благо он реализует в географических схемах и проекциях пользуясь вот когда вот определенными как бы топологическими образами философия рисовала мне пути созвездий палочкой для чертения математических фигур то есть здесь вот некоторые некоторые математическая фигура про проецируется на небо на астрономию и направляла мои нравственные устремления и порядок жизни соответственно небесным установлением далее астрономия проецируется на этику и я пожелал осуществить это на практике общественного управления ни что иное не побуждала меня заниматься государственными делами кроме стремления быть полезным всем добрым людям далее этика проецируется схема этики проецируется на политику вроде бы он действовал так как завещал уважаемый им платон но почему же он таком случае оказался изгнанником так же как и плодон казался изгнанником сначала рабом он сам себя изгнал забыв о другой небесной родине главный закон который никто желающий обосноваться в его пределах не может быть из изгнан вот еще какие схемы сопровождают произведения боится боится составляет какие-то определенные схемы очень сложные для того чтобы хватить то что творится в мире для того чтобы попытаться какой-то порядок в мире обнаружить и цель философии заключается в том чтобы боится из этого удрученного состояния привести к другому состоянию вспомнить о том что вот этим миром несправедливым в котором боится оказывается в тюрьме правит бог таким образом задача которую ставит перед собой боится и философия внутри произведения это лишь не решить не теоретические проблемы хотя он несколько очень интересных очень оригинальных идей выдвигает решить терапевтические задачи совершить собственно говоря конца консоляцию и его лирический герой пребывал на вершине успеха но оказался в тюрьме и его координаты его мировоззрение совершенно разрушены он совершенно дезориентирован и философия должна выстраивать топологические механизмы очень сложные топологические механизмы боится как бы зашел вот в эту ситуацию при помощи выстраивании каких-то топологических механизмов и теперь нужны адекватные топологические механизмы чтобы вывести боится из из вот этой вот ловушки которые можно сразу сопоставить с графами лакана вот сама философия она увеличивается и уменьшается потупив на мгновение взор она как бы пребывает в небе священной бить или разума и опять опускается к боится являет известное лицо к вместо известного лица кормилицы не известное лицо и боится и узнает кормилицу только постепенно ее платье является прекрасным единым и разорванным и вместе с ней там лестница которая соединяет тету и пи то есть теорию и практику и лицо самого боится также меняется до неузнаваемости такое ли вид такое ли лицо было у меня когда я вместе с тобой исследовал тайны природы сложная топография и у фортуны фортуна вращает колесо с двумя позициями и вместе с тем у нее вращающаяся голова с двумя лицами и эти две схемы они определенным образом соединены вместе философия то противостоит фортуне то вдруг начинает говорить ее голосом боец и находятся в тесной тюрьме но то она увеличивается до всего мира вместе с фортуной прошу прощения с философией они выходят за стены и путешествует виртуально путешествует в пространстве и во времени то вдруг внутри тесной тюрьмы обнаруживается еще более тесная внутренняя тюрьма ты несчастный изгнанник я видела что ты несчастный изгнанник но не знала я каким далеким было изгнание пока твои речи не открыли мне это вот такое такую задачу можно можно сравнить с задачей философии о которой говорил вид генштейн показать мухи выход из мухоловки говоря про мухоловку он имел ввиду такое древнее сооружение такая стеклянная банка с открытым дном куда муха залетает а назад вы вылететь у него маниху не хватает наверху пробкой за вот это сооружение вот мухоловка красивая бахметевская стекло 19 века такая хрустальная и вот философия разрабатывает такой терапевтический подход сначала нужно попробовать мягкое и приятное лечебное средство которое проникнув внутрь откроет путь для более сильных лекарств этим приятным и мягким лекарством является убеждение сладкой риторики ее сопровождает музыка вторит ей быстрыми и медленными ладами здесь мы видим философию кормилицу у нее из нее истекает 7 молочных рек и 7 свободных искусств питаются этими реками причем свободное искусство с очень такими интересными довольно странными иконографическими атрибутами поэтому исследователи даже затрудняются точно идентифицировать предположительно предположительно арифметика с ключом и чашей логика вооруженная со шлемом мечом и щитом затем грамматика указывающая на таблицу музыка с арфой риторика в короне с крылами с такой палкой по всей вероятностью это розга и книга геометрия с глобусом и плотничьим измерительным инструментом угольником и астрономия с небесной сферой и так в чем же заключается эти легкие средства облегчающие печаль седативные во-первых философия говорит о том что в в принципе природа фортуны переменчиво если мы что-то получаем от фортуны значит это же мог может она отнять но и вместе с тем здесь есть некоторые плюс потому что если вы находитесь в низшей точке то можно отталкиваясь от этой точки подняться вверх можно надеяться на лучшее во вторых она отбирает свои же собственные дары у человека который облагодетельствован фортуной нет ничего изначально к нему присущи при присущему она как бы дает взаймы потом отнимает эти рассуждения говорит боятся и убедительны и пропитаны медом сладкой риторики и музыки но они несут утешение поверхностное только когда их слушают у людей лишенных даров форт форт фортуны глубоко скрыто чувство обиды и как только перестают звучать и звучите звучать этот голос риторики то печаль пронизывающая меня снова отягощает душу самое тяжкое несчастье в том что ты был счастливым если бы не было у боя боится таких благ то тогда бы терпеть какие-то неудачи ему было бы гораздо легче на что философия ему отвечает что фортуна отняла далеко не все осталось по существу самое лучшее ведь еще и боец и живой еще остался невредимый тесть симах жена дети это главное сохранение жизни но отметим что пятьсот двадцать пятом или двадцать шустом году симах был тоже обвинен в заговоре в пользу восточного императора нести на первого и либо умер от голода в тюрьме либо был казнен а во вторых блаженство это немножечко наперед она закидывает философия тема она будет потом дальше более подробно разработана блаженство вовсе не заключается в случайных вещах поэтому когда фортуна отнимает у нас эти случайные вещи она нам дает очень большой большую возможность понять что не в этом заключается блаженство и тем самым она может способствовать обретению блаженство далее следует более крепкие лекарства это ряд таких рассуждений о том что является ценным что является благом достаточно такие традиционные рассуждения которые мы слышали и у стоиков и у пикурейцев какой-то степени можно сказать прото руссоиские тезисы такой важный вопрос задает философия в чем собственно ценность сокровищ можно ли сказать что золото она по природе обладает вот некоторой ценностью или же ценностью ценность мы сами вкладываем другие люди мы либо либо считаем что золото красивое либо считаем что она ценная если бы мы отказались от этой оценки то собственно говоря золото золото не было бы столь ценным золото является как бы некоторой функцией нашей страсти вот мы хочем что-то загробастать что-то накопить и вот золото она как бы вписывается вот в это в это на наш нашу страсть и удивительное такое свойство этих сокровищ если мы их на просто накапливаем то это накопление их уничтожает золото она только тогда действует когда мы его растрачиваем только тогда она собственно говоря сверкает и только в тот момент момент траты она собственно свою ценности ценности выявляет во вторых есть множество вещей которые нам не принадлежат и не могут принадлежать мы восхищаемся видом спокойного моря нас поражают небо звезды луна и солнце но тем не менее никто не может владеть такими вещами и любая другая вещь если некая если некая ваза ценное если она у меня вызывает восхищение то в принципе какая разница владею я ей или вижу я ее музее в третьих природа дает человеку все что нужно нет никакой необходимости накапливать богатство стараться что-то себе захапать а богатство напротив не в состоянии насытить жад жадность следующий аргумент это то что когда человек собирает богатство он тем самым поступает несправедливо по отношению другим людям потому что другие люди соответствующим образом становятся беднее такая стратегия венус согласно боится существует есть вот некий пирог определенного объема и соответственно если одному человеку будет кусок больше дан то другому будет меньше о том что можно быть нацеленным на увеличение пирога боецей как-то не задумывался затем парадокс заключается в том что чем мы богаче чем мы тем мы больше нуждаемся если у нас много драгоценных вещей то нам нужно множество сосудов для того чтобы хранить эти вещи нам нужно их охранять стро выстраивать стены и так далее очень часто богатство вредит владельцам если у человека нет золота то он может свободно путешествовать не боясь нападения а человек золотом будет привлекать бандитов далее богатство и статус опасны в руках злодеев если человек порочен то чем он обладает большими ресурсами тем больше то зло которое он может причинить другим людям здесь мы видим картинку где очень интересно изображается солнце скачущая в телеге единственный раз я видел такую такую вот иконографию скачущего солнца вот изображает изображается злодей который приносит множество злодейства окружающим обладая власти руину зверь оставил за собой сжег город город с большой буквы но то есть это рим погубил сенат великий замучил брата и упился кровью от матери своей это издание грюнингера очень такое великолепное интересное издание 1501 года где такие картинки которые иногда сами же пользователи раскрашивали и вот любопытно справа гравюра из экземпляра который принадлежал немецкому гуманисту и агану цинцинию и мы видим что вполне возможно сам цинцини или какой-либо другой кто-то кто после него владел этим экземпляром приписал над нейроном его имя и нарисовал такого чертика с кочергой как бы пока показывая как вот перерисовывают дети что-нибудь каким-то персонажем историческим и вот такая интересная картинка где мы видим золото и сосуды в которой нужно это прятать так картинка больше как 5 книги относится где рассказывается о том что человек может копая огород обнаружить спрятанный клад но в принципе этот клад кто-то запрятал туда предварительно человеческое притязание на славу и на власть ничтожны и беспочвенны еще в другом месте сравнивает философия это с таким мышиным королем представим себе что если вы некая мышь вдруг объявила что она является королем над другими мышами это было бы смехотворно с нашей точки зрения но и наши притязания тоже ничтожны и беспочвенны ведь известно что круг земель представляет собой точку в системе небесного пространства если сравнить с величиной небесной сферы то можно сказать что пространство его уничтожено мало и лишь четвертая часть земли которая занимает очень мало места в мире населена людьми причем из этой четвертой части нам нужно отнять площадь занимаемую морями и болотами опустошаемые засухой и получается что людям для проживания остается очень ограниченное пространство как они могут будучи заключенными в этом крошечном мире думать о распространении своей славы и прославление имени вот это очень интересный пассаж я говорил на первой лекции что до конца неизвестно написал ли боецей книгу об астрономии но очевидно что он по крайней мере работал над над астрономии внимательно изучал то или имея вполне возможно что утерянная астрономия была им написана кассиадор свидетельствует о том что что и так что эта книга была но человек ограничен не только в пространстве но и во времени ведь что такое слава если учитывать что мы смертные если мы предположим что люди умирают полностью то в таком слой случае слава вообще ничто поскольку тот кому она воздается вообще больше не существует а если душа осознающая сама самая себя освободиться из земной темницы стремляется в небо разве она сама не посмотрит с презрением на все земные деяния когда она ликует освободившись от земных пут вот опять интересная картинка из того издания которым я рассказывал здесь изображен рим очень узнаваемо вы мы видим пантеон в середине рима и стоит боец и со своими сыновьями которые тоже были консулами как и он и толпа людей которые поздравляют по-видимому сыновей боятся с тем что они получили по консульское звание там вдали вполне возможно форт святого ангела изображен и колизей но вместе с тем философия отмечает что она вовсе не ведет против фортуны безжалостную войну она считает что фортуна заслуживает человеческой признательности будучи иногда не совсем обманчивой и именно в тот момент когда она обращает к нам свое ужасающее лицо с леденящим взглядом потому что именно это подвигает человека к изменению в его жизни это выводит его так сказать из зоны комфорта и заставляет его попытаться осознать а правильно ли он живет нету не ложны ли те ценности которым он следует и не следует ли ему идти в какую-то другую сторону собственно говоря то что и происходит с боецем и очень важный момент что несчастье фортуны он над она нам очень сильно помогает поскольку раскрывает души верных друзей и отделяет истинных друзей от мнимых ведь удаляясь она увлекает мнимых за собой это невероятно невероятно ценная вещь потому что когда человек находится на вершине своей славы богатства то как узнать из множества тех людей которые вокруг него бегают кто кто из них является настоящим другом а кто нет вот не существует у этого человека способа распознать подлинную дружбу или под подлинную любовь от ненастоящий и такой еще важный момент вот таким образом боец и вписывает фортуну в христианский канон показывает что фортуна и имеет какие-то определенные положительные стороны и и и вот даже что фортуна является является неким управлением божественным которое просто мы не осознаем здесь мы видим на мини на миниатюрах справа двуликую фортуну это кстати очень характерно именно для иллюстрации губается в других местах очень редко изображается фортуна с двумя лицами и и другая миниатюра которая показываю показывает бога этот бог что-то диктует фортуне а фортуна вращает такой рычаг и тем самым крутит мир но во второй книге она обещает философия обещает что когда придет время она даст боится целительное средство которое проникнет в глубины твоего существа и вот боится говорит я уже не только не боюсь тех сильно действующих средств от которых ты говорила но даже требую их но философия предупреждает что те средства которые следует тебя принять таковы что если их только потом попробовать будут мучительны но принятые всем существом принесут усладу вот третья книга посвящена такому уже главу центральному вопросу а в чем же говоря заключается истинное блаженство это такой сложный вопрос потому что мы находимся даже если мы не сидим в тюрьме даже какой-то степени находясь в тюрьме мы ближе к этому находимся мы находимся в какой-то постоянной текучки постоянная нагоняемся за мнимыми благами но тем не менее люди угадывают как бы во сне чутким воображением как бы через узкую щель в чем же истинное блаженство несмотря на затмение памяти снова стремятся возвратиться к своему собственному благу но подобно опьяневшим не знают по какому пути добраться до его обители и вот дальше философия потупив на мгновение взор как бы головой опять возвышается в священную обитель разума что-то там получает далее продолжает во первых люди все стремятся к благу несмотря на то что это мнимая блага но тем не менее все равно не стремятся к благу и человек который стремится к богатству и вор они следуют определенным образом понимаемому их благу но они не в состоянии выстроить иерархию этих благ они постоянно путают причины и следствия я например хочу богатство для чего для того чтобы например помогать людям но в процессе этого то есть богатство является следствием но в процессе растобывания богатство уже человек забывает о своих благородных целях и само это богатство становится целью вот опять такой довольно таки длинный экскурс где философия подробно рассказывает большая часть третьей книги заключается в том что философия рассказывает что богатство власть слава наслаждение телесная красота не являются подлинными благами потому что они всегда приводят к чему-то негативному они все они являются приходящими и так далее но то есть такие достаточно традиционное рассуждение которых в римской литературе было при изобильна вот в частности тем не менее очень такие интересные аргументы боец и приводит и в этом вот некий такой крипто христиане христианство его проглядывается я говорил что там нет прямых ссылок на христианство в частности в частности различные социальные статусы не имеет никакого значения потому что весь род человеческий весь из единого корня выходит ведь вседержитель один родитель всего этого в мире и художник использует это в картинках несмотря на то что боец и ничего не говорит об этом но как бы намекает на это и художник изобразает рай где адам лежит на земле и бог из его ребра достает еву или такой тоже очень интересный аргумент если вы как говорит аристотель это против телесной красоты люди обладали глазами линкея это такой 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 мифическое существо которое проникает своим взглядом через покрова вот очень любопытно что это цитата из аристотеля это из утраченного протрептика она существует в передаче ямплеха из которой откуда взял очевидно это боец если можно было увидеть то что находится внутри человека разве не показалось бы безобразным тело алкивиада славишься своей красотой вот посмотрим рентгеном вовнутрь его прекрасного тела и мы увидим там кишки и прочее следовательно то что человеку кажется прекрасным вытекает не из его природы но является следствием слабости взирающих на него глаз алкивиад умер от ран в него 50 стрел вонзили но дальше в после того как достаточно долго философия обсуждает различные неподлинные блага как же мы можем прийти к подлинным благам философия обращает внимание на то что вот почему эти благи блага все приходящие каждый из благ нуждается в другом и в конечном итоге в некотором своем пределе они оказываются тождественными если мы высокопоставленные но у нас нет денег то в таком случае наше высокое положение будет подрываться и наоборот если у человека много денег на него нет позиции социальной то в таком случае ему трудно будет удержать эти деньги то есть человеку нужно что нужно и успехи в личной жизни и богатство и так далее но человек по своей природе не может охватить все человек так устроен что он частично воспринимает мир и его ошибка как раз заключается в том что он выбирает какую-то определенную цель но может быть и правильно например он хочет быть богатым там зачем-то но он при этом отвлекается от того что нужны какие-то другие вещи без которых это богатство не будет им важным и здесь можно вспомнить здесь перекличка такая с началом книги где появляется философия только перед боэцием и она говорит о том что множество разных людей разных философов стойки эпикурейца отрывают от нее лоскуты и считают что тем самым они владеют мудростью вот это тоже такое 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 соотношение единого и частичного проявляется и в мудрости и и дальше она будет проявляться и в соотношении благ и единства мы видим здесь что философы стоят рядом с философия вам в оборванном платье и держат куски ее платье и вот подлинное блаженство заключается в том когда все все множество благ образует единство поскольку они являются одним и тем же но такое единство она не может не может быть в природном мире природном мире мы видим только кажущиеся блага и кажущиеся единства а в источнике всех благ которым может может быть только бог это то направление в котором нужно двигаться чтобы прийти к единству но вместе с тем этот бог как как источник блага он не замкнут в себе он он дает возможность причащаться к этому благу и всем другим благам то есть какое-то частичное благо она правильная тогда когда мы выстраиваем его в такую перспективу когда мы понимаем где источник этого этого блага и из этого следует так у такой королариум буквально это значит коронный вы вывод то есть это некое следствие из теоремы философия претендует на то что она излагает все способом геометрическим при помощи при помощи аргументов выводов и так далее и вот этот коронный вывод заключается в том что поскольку обретение блаженства делает людей блаженными а блаженство с это и есть сама божественность то получается что обладание божественностью делает людей блаженными то есть по мере того как мы продвигаемся к богу мы можем становиться все все более блаженными и и дальше боецей такой сложный парадокс сложное сложное противоречие выявляет как соотносится между собой единое и многое можем ли мы сказать что в таком случае слава достаток могущество и так далее как бы являются частями составными частями блаженства или же они соотносятся с благом как с некоторой вершиной то есть вершина на которой благо это единое но от этой от этой вершины исходит такой конус где эти блага уже расщепляются и мы можем их воспринимать отдельно и если бы они если бы все эти блага были бы частями блаженства то в таком случае они все же отличались отвечает ему философия и поэтому она считает что лучше рассматривать соотношение единственного единого многого именно как вот такой треугольник есть единое благо и это единое благо является причиной множество различных устремлений каждое устремление отдельное но если мы посмотрим куда нацелено это устремление то мы увидим что эти разные устремления на цель нацелены в одну точку и вот в общем то опять топологически вот что следует делать человеку опять философия предлагает вот определенные такие графы нам нужно наше частичное желание встроить в некоторые силовые линии которые идут к благу как к чему-то единому и далее такое рассуждение которое является предварением к тому о чем будет речь в последующих книгах ставится некая проблема которая потом будет разрешаться это это собственно как управляет бог все множество вещей и как соотносятся свободная воля и контингентное событие к этому божественному с этим божественным управлением вот все паса по своей собственной воле и охотно покоряется воле распределяющего и все существует согласуюсь в гармонии по воле управителя вот так ли это боится с этим соглашается ведь если бы если если у управление благое то но для склонившихся перед ним является я рим ярмом а для неповинующихся едва ли было бы она благим если она была для склонившихся гермом а для них не повинующихся благом но это сложная 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 как бы тема которую они который потом пытается обосновать боец и как можно согласовать вот эту гармонию свободной воли и всеобщего управления божественного и из этого следует то что в таком случае нет никакого субстанциального зла в мире если все что действует согласно природе действует согласно богу не совершает ничего противного богу то в таком случае не существует зла опять-таки важная важная тема средневековой философии августин тоже очень много рассуждал о свободе воли и божественном предопределении и о том как же существует зло в мире в котором управляется все богом и наконец заканчивается третья книга довольно таки длинным стихотворение про архея сначала говорится о том что счастлив безмерно узреть кто благо источник сумеет и потом вдруг почему-то рассказывается бархея где рассказывается что он плакал об и вредике это жалобная песня заставляла двигаться лес и течение рек прекратить и лев примерялся с боязливой ланью на гравюре очень любопытно изображен лев который примеряется с боязливой ланью и вот к чему это все это очень долго описывается как как архей в ад отправлялся за и вредикой и так далее в конце вдруг обернувшись на грани света и мрака и губит этим себя и супруга и супругу к чему это все было потому что мы как архей вот боецей в настоящий момент как архей он стремится поскорее узреть этот этот самый источник благо но страстно хотите чтоб разум к свету вас вывел но будет мраком погублен кто взглянет в бездну его и утратит высшее счастье навеки то есть то чем занимается философия и боится это такая очень рискованная терапия потому что она нам может на нас может вы вывести к свету но этот свет может нас ослепить потому что этот свет является вместе с тем и бездны человеческий разум в общем-то устройство не не очень приспособленное к тому чтобы приближаться к истине поэтому приближение к истине таит в себе очень большую опасность в цикле иконография боеция у нас речь пойдет об образе фортуны о том как этот образ меняется и в какой вклад вносит боецей в изменение этого образа вот мы видим справа изображение фортуны в одном из изданий фламандском переводе боэция фронта перед фортуной находится большое колесо на котором изображается четыре человека один упавший вниз другой поднимающийся находящийся наверху и падающий она имеет два лица одно лицо прекрасной юной девушки другое лицо старухи и глаза у нее закрыты такой валью или повязкой лесницей гордую толкнула колесо стремительнее чем в скалах бег эврипа тиран раздавлен им и вновь капризное чело униженного поднимает всегда к слезам и горе равнодушная виновница всего смеется с тоном играет так она своим могуществом привычные свершать дела чудесные падение и подъем в один и тот же час фортуна это древняя античная богиня и в античности доминировал совершенно иной тип изображения фортуны вот вы видите справа изображение алтарное изображение фортуны само вообще слово фортуна происходит от глагола ферре приносить плоды она была изначально богини плодородия и материнства которые молили об удаче и затем она уже только стала богиней судьбы и ее традиционные атрибуты мы видим что она одной рукой держит рог изобилия в другой руке у нее рулевое весло это рулевое весло упирается в небольшое не в такое огромное какую боятся а в маленькой маленькая колесика которая изображает подвижность этого этого атрибута кроме того еще бывают другие предметы которые связаны с морем парус иногда изображается рядом корабль раковина дельфин а также изображается вместо колеса может изображаться шар или изображается колесо и шар одновременно который показывает неустойчивость фортуны то есть внизу фортуны он находится часто фортуна изображалась на монетах поскольку монета это собственно говоря объект удачи свою обменную ценность получила монета потом изначально монета родственная медали мы видим здесь монету эпохи тита флавия виспасиана на которой изображена фортуна с веслом внизу весла шарик и в руке она держит рог изобилия и монета септи септиме севера где изображена фортуна тоже на на троне и тоже у нее те же атрибуты рок изобилия рулевое весло на шарике и внизу под креслом мы видим небольшое колесико вот забавная такая картинка которая изображена в коридоре ведущие в туалет нет не так легко угадать что здесь изображено но надпись помогает нам понять что это в какой-то степени здесь опять-таки фортуну мы видим с рогом изобилия с рулевым веслом и с шариком внизу а с левой стороны такой прекрасный юноша который присел характерной позе он осуществляет дефекацию это собственно рисунок который стремится воздействовать каким-то образом на тех людей которые осуществляют эти дела в неположенных местах возможно и две змеи смысл которых не совсем понятен вполне возможно что они атакуют этого юноша это вот некое зло которое нас насылает богиня фортуны но также они напоминают из из извивающихся двух змей в дуцеи в жезле аполлона который остановил двух змей которые собирались вступить в схватку иногда этот объект он в общем то является парным круг изобилия во многих изображениях иногда он изображается и на изображениях фортуны и написано надпись кокатор каве малом то есть остерегайся зла и вот этот образ фортуны он сохранился в течение очень долгих времен и часто воспроизводился вот известное изображение дюрера где фортуна изображается на шарике с крыльями это тоже характерная характерная деталь фортуны держит она некий кубок в котором по-видимому какие-то ценности находятся и с правой стороны медаль похожая совершенно на монету на которой изображается вот это 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 же это же гравюра эта медаль вдохновляется гравюрой дюрера однако есть некоторое отличие если мы присмотримся она в руке держит не чашу и не рок изобилия а держит колесо причем это колесо состоит из трех обнаженных детей то есть по-видимому здесь мотив игры а вот боятся и собственно говоря можно сказать вводит или по крайней мере популяризирует другой совершенно совершенно иконографический тип фортуны фортуна вращающая огромное колесо на котором находится поднимающийся вверх и падающие люди это колесо символизирует игру наша сила заключена в непрерывной игре мы движем колесо в стремительном вращении и радуемся когда павшая до предела возносится а вознесенная наверх поднимается в прах образ очень такой динамичный мультипликационный поэтому как правило в иллюстрациях в миниатюрах в изданиях поэция очень много таких изображений которые как бы показывают это покадрово показывают разнообразные фазы здесь мы видим что фортуна объясняет боец и устройство этого колеса а сбоку мы видим корабль корабль это в общем то тоже атрибут фортуны корабль плывет в ненадежном море мы видим что довольно таки большие волны ветер надувающие паруса но что с этим кораблем станет не очень понятно и вот из этого же издания такая мультипликация такая анимация этого колеса очень важный момент это то что богиня изображается у боэция и в люстрациях к боэцию часто с двумя лицами одно лицо прекрасной девушки другая старухи философия говорит боэцию ты разгадал что у слепой богини два лица когда ее суть была скрыта от других такая двойственность фортуны может изображаться и иначе вот мы видим миниатюру из французского перевода жана демена фортуна изображается не с двумя лицами а разделенная пополам чертой одна половина у нее белая другая половина темная почему собственно говоря вот эта идея фортуны изображение фортуны вошло в широкий обиход в средние века если мы возьмем ранних христианских мыслителей например августина которого мы которым недавно мы рассказывали они резко негативно относились к идее фортуны либо они пытались показать что нам только кажется что в мире царствует фортуна потому что мы не знаем всей совокупности взаимосвязи но боэции вводит новое понимание фортуны которая более примеряется с христианским мировоззрением есть у фортуны два лица две стороны есть два действия которые она совершает и и одно действие фортуны является плохим а другое напротив является хорошим философия говорит но чтобы ты не счел что я веду против фортуны безжалостную войну я должна отметить что она заслуживает и человеческой признательности будучи иногда не совсем обманчивой когда она раскрывается обнажая свое лицо и показывая свой нрав неблагосклонная фортуна выявляет свою сущность лучше чем дарящая милости она приобретает облам обманчивый лик облик счастья когда кажется ласковой но всегда правдиво когда отворачиваясь раскрывает свое непостоянство первое обманывает вторая наставляет первое связывает души наслаждающихся образом ложных благ 2 освобождает давая познание бренности и счастье и так ты можешь видеть что она не только ветрено и переменчиво но и благоразумное собранное постигающие последствия собственной враждебности наконец фортуна приносящая счастье увлекает ласками сбившихся с пути от истинного блага враждебное обычно тянет крюком отступившихся с к истинным благам или может быть ты считаешь что не заслуживает высокой оценки то что это жестокая и ужасная фортуна раскрыла тебе души верных людей и отделила истинных друзей от мнимых ведь удаляясь она увлекла своих за собой отвоих оставила сколько бы ты отдал чтобы узнать это пребывая в безопасности и в счастье перестань же оплакивать утраченное богатство так как ты обрел самые драгоценные сокровища друзей и вот такой образ такой канон фортуны который был задан в тексте боэция и в иллюстрациях к его тексту потом воспроизводился во многих других книгах в других произведениях вот знаменитая поэма пьера мишо танец слепых в которой фортуна изображается многократно мы здесь и видим с завязанными глазами также как на картинке я показывал боэция она разделена полосой на черную и белую сторону и вращает огромное колесо а вот иллюстрация из знаменитого сборника кармина бурана также изображается фортуна на фоне колеса где четыре перса персонажи изображаются и написано я буду править я правлю я правил я не правлю и описание фортуны в стихотворении которые посвящены очень похожи на то что за брать то что описывает боятся и у фортуна лик твой лунный вечно изменяется то ты злая то благая и вельможных и ничтожных ты меняешь долей мощным летом по высотам колецо катящее и так далее вот другое произведение бокача о несчастьях знаменитых мужей где также изображается фортуна вращающая огромное колесо а это на и до вергилия где изображается очень интересные такой перенос этого колеса из контекста фортуны в контекст ада вот колесо это такой объект который при применялся в казнях христиан вспомним святую екатерину александрийская которая была колесована и вот это колесо она становится орудие пытки для грешников и таким образом она тоже помещается христианский канон и даже становится поводом для наставлений здесь некоего молодого чела молодому человеку объясняет что жизнь человека часто заключается в том что бесы вращают колесо жизненного кругового вращения и вместе с тем это же является и наказанием и наконец такой кубистический рисунок который принадлежит велару де анекуру спасибо за внимание ждем вас следующее на следующих наших занятиях